генерала главкома это знаменательное событие и такое совпадение она делает этот эфир особенным и день этот особенно вдвойне потому что ну за этим есть особый смысл мы его сейчас конечно с алексеем арестовичем обсудим алексей приветствуем тебя под 40 тысяч нас уже смотрят просьба как обычно к нашим зрителям всегда у нас так медленно подходят зрители помогите им наружу что сегодня такой вот особенный эфир или куча новости пошли это дает нам возможность для обсуждения детального их всех так что не примените воспользоваться возможностью ссылки на этот эфир разместиться в аккаунт социальности о группах обязательно поставьте лайки не поскупитесь ну и подпишитесь на канал фиген лайк как и на канал алексей арестович в описании к этому видео есть ссылка по имени алексей арестович можно подписаться там а вот смотреть тоже там можно ну что же когда мы приступим а вот ты знаешь о чем я хотел сказать все таки спустя 16 месяцев теперь уже в 500 500 день войны можно говорить что роль военных руководителей она в украине по достоинству оценена еще и потому помимо всего прочего что слишком явный контраст между заложным и например его антиподом герасиму и не только им конечно потому что безусловно казалось бы все одной школы но он помоложе конечно герасимов существенно но тем не менее казалось бы все таки они родились советское время ну и начинали в общем обучение еще на самом излете на самом излете советского союза тем не на самом излете советского союза он поступил в украинское военное училище уже да уже была украину но темнее родился он еще советское время послушай это важно откуда источник идет потому что я те 45-летних российских генералов скажу что он как был у него значит морда топориком так она и осталась в том-то и особенность что заложные благодаря тому что ты сказал что он уже проходил обучение учился в украине повышал свою квалификацию там же все-таки он не советский генерал и даже не постсоветский он украинский генерал безусловно это национальная особенность но откуда тогда в нем есть то непреодолимые неповторимые для вот этих советских и постсоветских российских генералов преимущество в его талантах по сравнению с убогостью совершеннейший в чем мы могли убедиться ну вторая же армия мира как говорится советских и постсоветских военных начальников я почему об этом говорю потому что здесь есть правные точки с чем сравнивать потому что мы видим как воюет российская армия а вот как за числом воюет мясом воюет значит небрежением вообще говоря биоорганизмами кидая их раз за разом и об этом отражает и цифры реальные но еще и скан так лекалами прежнесоветскими я вот не обнаруживаю не знаю я не специалист но я не обнаруживаю каких-то новаторских подходов чего-то такого что давало бы основание говорить о том что эти люди чему-то учатся я вот не вижу я вижу сочетание алкоголизма рвачество коррупции и такого я бы сказал кондового такого сапоги прям дратово такая до советская прям занюханная во всем что они делают во всем что они говорят во всем как они поступают давай обсудим эту разницу в чем она принципиальная разница здесь целая большая куча факторов обо всем говори давай первое это личное качество заложен он же абсолютно уникальный человек и главное уникальное заключается не в том что он выиграет войну с россией он ее выиграет а этим мало кто в истории мог похвастаться раз-два обчелся а в том что он сохранил сохранил и сохраняет человечность причем очень высокого уровня наверное всех полководцев которые были мировой истории это самочеловечный хочу что я имею ввиду у офицера начиная с командира рота уже наверное а то и раньше обрабатывается профессиональная деформация потому что если ты будешь переживать смерть и ранение каждого подчиненного близко ты не дотянешь до капитана ты умрешь от инферта вырабатываешь мозоль да и ты как бы или или тут выбора нет как бы черствеешь и на посылаешь людей на смерть без особых сантиментов и вот на эту на этот порог становятся все офицеры дальше у него идет следующий выбор он посылает без сантимента вообще не думая о том сколько погибнет во имя выполнения задач это будет российский генерал большинстве потому что система так работает бесчеловечно либо он посылает на смерть но делает все чтобы этих смертей было как можно меньше это будет нормальный генерал они особо не переживают возможно потому что по выше указанным причинам что можно рехнуться переживать но делают все что погибло как можно меньше так вот заложный не стал даже на этот порог он не позже как сказать он через свое сердце пропускает каждого солдата силы обороны каждого гражданской я не знаю как он выдерживает каждого гражданского жителя но у него нету корки полководца который посылает людей на смерть спокойно вот и это абсолютно уникальное сочетание я ему сильно сказал мы разговаривали за два часа я поздравлял за оброждение я сказал что тебе валера ну для нас он валерий федорович мы с ним на ты история поставить несколько памятников но главный памятник будет на небе потому что руководясь страной в страшной войне ты вот умудрился не получить даже отказаться от профессиональной полководческой деформации хладнокровно посылание людей на смертность я не представляю как это делает это надо по такому лезвию бритвы пройти это нужно настолько точному равновешенному быть внутри себя и я не знаю ни одного такого другого примера не лично несмотря на свою выборку да у меня знакомых военных слава богу мягко говоря а вот даже в истории я не могу стоять ничего ничего близко это уникальнейшее сочетание фактор уникальней это раз что касается талантов он до мозга костей до молекул влюблен военное дело он его любит изучает и все кто был у него в кабинете знает стол завален военной теоретической литературы причем самый свежий со всех сторон и он любую свободную минуту использовать на совершенствование своего профессионального уровня закончил училище с отличие он закончил оперативно тактический факультет с отличием по моему я не помню точно оперативно стратегический факультет но это она по российской академии генерального штаба получил переходящий меч британской королевы нас вручать лучшему он прошел все должности от командир развода давно главнокомандующего войска ну кроме пропустил командующий видом но это уже такое и не будем забывать он восемь лет воевал до этого в донбассе да и воевал не на детских данностях начальник штаба например операции объединенных сил и готов это как бы очень серьезный школу и уже тогда он отличался этими качествами училище уже отличался этими качествами и потом всю службу он ими отличался вот и его пример уникальный пример дающий для внимательного человека для понимающего очень важный урок очень важный урок в любой профессии навыки делятся на soft skills и hard skills hard это то что я умею как профессионал а софт это то что я мои человеческие качества способствующие или затрудняющие развитие профессии продукт я всегда говорил что для военного soft skills важнее чем hard skills ну конечно совсем не умеет применять войска то будет проблема но но человеческие важны и вот он просто вот выдающиеся доказательства этих этого этого тезис потому что его профессионализм целиком стоит там его моральных качеств как человек и это еще клоузовиц писал это еще сунь записал они все говорили что полководец это в первую очередь должен быть выдающимся человеком а только ну я вкратце тогда вот суммира то что они говорят а только потом полководцы потому что его прополководческие навыки напрямую зависит от человеческих качеств как зависит война это путь чего тумана обмана и воздействие полководцу противостоит вообще все погода природа обстоятельства свои чужие союзники окружение и так далее все пытаются на него повлиять плюс собственной слабости и страхи просто знания обстоятельств и так далее и так далее и люди сыпятся на это сыпятся потому что у них нет доверия ни к себе ни к другим а он обладает этими качествами в высшем значении понимаешь как это делается вот у тебя есть непроверенная информация на который ты должен реагировать например который должна изменить твой боевой план люди гнилые пойдут путем недоверия недоверия подчиненным недоверия полученной информации недоверия чего войскам недоверия там политическому руководству недоверия еще кому-то и обязательно начнут делать гнилые ошибки а потом лепить гнилые отмазки это будет российских военных в большинстве когда нужно обмануть начальство нужно обмануть и кинуть в топку войска нужно обмануть соседа справа слева поставить всех на свете после почвы и в конце концов самого себя а у него в силу в очень высоких моральных качеств личных есть доверие помнишь дилемма хаджина саддина в романе соловьёва возмутили спокойствие когда его арестовали в тюрьму посадили и в пыточной камере его поставили в обстоятельства когда он подумал что его сдал его напарник вор багдадский и он на секунду у него был очень большой соблазн свалить все на него и признаться и так далее но он выдержал это у него лицо не дрогнуло и эта сила доверия спасла как она так называемая дилемма насредина в психологической литературе так вот он дилемму нас на средина валерий федорович наш проходит раз за разом увеличивая внутренний потенциал каждым своим позитивным моральным выбором который он делает на протяжении войны то есть грубо говоря он себя накачивает очень быстро и качественно растить себя как личность очень сильно потому что он каждый раз ставит на свет в отличие от российских полководцев которых сама система заставляет каждый раз ставить на гнилое убойное и мертвое и он воин света в истинном смысле этого слова хотя это уже затаскана вы смены и так далее это правда вы света в нем с каждым с каждым его выбором становится все больше я живу вижу периодически регулярно я немножко в людях разбираюсь я внимательно смотрю сколько доля темного сколько доля светлого в нем нет темного вообще а света все прибавляется это я уже группа еще сильно увлекающийся психологи поэтому он выдающийся пример того когда человек раскачивая свои моральные качества резко поднимает профессионально этим сам они в приводе находятся понимаем еще раз полководец военно это зона тотальной неопределенности всего в нем и все вокруг него на войне работает на том чтобы в нем росло недоверие и качество ухудшались война очень грязная вещь грязнее некуда там плотная спрессованная атмосфера которая людей тянет вниз якорями и считанные единицы людей умудряются становиться не просто удержаться лучше становиться нам расти на этом материале еще постоянно выбирая белое встали на белое это вообще очень очень тяжело а при такой нагрузке как у него это практически исключено так вот он это делает раз за раз и это внутренний такой как бы двигатель который движет его очень сильно и у него соответственно истончается интуиция утончается понимание ситуации скоростью и оценки и так далее но плюс не будем забывать огромный опыт которым просто каждодневно получает на нем тоже очень сильно растут люди и вот этот вот я попытался вычислить ну как вы вычислил я его давно я попытался как бы объяснить нашим зрителям вот этот главный механизм чтобы все сняли этот урок чтобы все поняли как это работает в первую очередь надо быть человеком а потом это вот этот человеческий рост потянет за собой профессиональные качества вот так это работа и вон в нечеловеческих условиях умудряется это дело но по твоему объяснить по твоей логике но наверное разные у этого будут мнение а это все-таки индивидуальная особенность именно заложено он не продукт система первую очередь продукт самого себя вот это очень важно почему мы задаем этот вопрос потому что эти массы и других генералов украинских да не менее именитых не менее заслуженных не менее значимых даже в каком смысле там сырские там но и другие мы хотим понять то есть украина оказалась способны воспитывать обучать готовить таких военных или же это все-таки вот в большей степени ну так вот сложилось вот индивидуально такие люди попались вот они сложились и вложились и сложились как и продукт системы в том числе в чем это система как и все остальные генералы систему намного более человечной чем российская там просто прямо противоположно ведь состязание украины и россии это состязание политических культур в первую очередь как бы не пытались представить это борьба национальности там языков и так далее и так далее это все это тоже есть качестве элемента но с первую очередь это состязание политических культур и это состязание путешественники бопланы всякие прочее отмечали еще 400 лет назад 500 проезжая здесь и там поэтому политическая культура есть прямое следствие общественной культуры у нас не принято как это жертвовать людьми ради например карьеры я ради там каких-то призначных вещей конечно рецидивы бывают всюду и везде здесь люди но общая культура не одобряет общая культура предполагает забота почему боку ставку на голову на хитрость на как это на сбережение своих сил и средств на как бы действие умом и умением нежели тупой массы просто ну хотя бы потому что масса нет и в должном количестве ну то есть это у нас никогда не пошлют солдата не рассуждать и так далее и так далее поэтому преимущественно не пошли поэтому вот есть очень хороший показатель данный маляр министер замминистра обороны сегодня опубликовала 10 10 феноменов украинских уникальных фактов про нашу про нашего могу прочитать все могу вот тот ключевой который к этому ты считаешь нужно но вот давайте прочитать тезис к тезису а потом у нас создана уникальная система предоставления помощи раненых который нет нигде медицине называется иди едиными где нигде в мире едиными медицинский просто значит получается у нас 82 процента раненых после возвращаются в строй после после восстановления 80 процентов раненых вот это важнейший показатель в течение так называемого золотого часа он получают необходимую помощь эвакуация работает просто на ура все работают на эвакуацию но мы знаем что такое золотой час да если помощь не оказана в течение часа очень много раненых умирает на штука в российской армии среднее время от попадания до попадания медицинского учреждения 14 16 часов у нас час час полтора и вот это ключевой показатель отношения к людям и способностей выстроить с человека центричным систем это есть культуре общества нашего общества множество недостатков ну как у нашего что у нас всех я же не отделяюсь от общества но есть и большие очень большие достоинства и вот на этих достоинствах мы выезжаем эту войну начал на более человеческом отношении на как бы как сказать ну вот со ставкой на свет и в людях и в этих слов и в обстоятельствах и в целях и прочь и пока мы ставим на свет мы не победим только мы валимся в черноту сами у нас начинаются крупные неприятности по моему все все разумные люди тоже очень хорошо понимаю как бы у нас и и генералов точно так же отбирает судьба те валерий федорович беспощаден к людям которые команд начальникам всех степеней которые склонны жертвовать людьми бездомно скажем так вот его в жуковщину переходить он их отстраняет он не дает проявляться это его принципиальная позиция поэтому идет отбор соответственно отбор от общества от общей культуры отбора войсками популярностью непопулярностью полководцев отбор потому что за ними присматривают их же начальники такая система всестороннего контроля но и мясники у нас не приживаются гражданское общество не пустит армия это в том числе гражданское общество может быть самая активная часть гражданское общество у нас невозможно долго быть мясником это станет всем известно ты получишь и доказательства журналисты приедут разберутся и соответственно этот самый и у нас общество сожрит такого человека не даст ему быть мяснику даже если вдруг где-то мясники образуются или вырастают в силу там каких-то файлов генных сбоев качества и так далее то они не задерживаются просто потому что у нас в армии худо-бедно криво но позитивный отбор а в россии отрицательный отбор практически пупс теплинский по моему самый приличный сейчас российский генерал приличных кавычках как профессионал а не как этот сам не как к людям относятся хоть это не это понятно я к чему говорю что в смысле профессионализма но тоже жидкою кого дел ради родился теплинский москве на донбассе на а вот поэтому его фамилия у него польская поэтому там тоже где на работу скачь поэльям и генами там любые ген раз тычет российское училище военно здесь здесь нужно понимать поэтому у нас есть тоже ребята из генерала закончившие и не только генерал и старший офицер и закончивший рязанской воздушной сна но они действуют нежели они вот вам сила системы вот вам как было систем конечно но здесь еще фактор общественного контроля очень большой которыми говорю у нас мяснички не задерживаться если уже если уже рождается система рождаются в силу какие-то обстоятельства питания лично психологический травм ген проявляется садист то мы ему не дадут ему не дадут развернуться на там наоборот садисты пошлились как бы кто может развалить как этот сирийский госпиталь с детьми шаг вперед я кто молодец кто-то развалит кто-то растет кто может разбомить мариупольский театр драмтеатр с надписью дети ну тут то-то растет они же не скрывая ставили суровики на и радовались рассказывали шоу-то генералом он как раз носит то есть это же был прямой фактор отбора путин гвардейскую дает 64 бригаде которая зверстала в бучу как бы до командира не проспали потребуется система до система пошли это требует поэтому а у нас система пошли это требует совершенно друг и в этом разница именно на этом побеждаем ясно 22 с лишним минуты мы в эфире 150 тысяч человек нас смотрит 55000 поставили лайки а вот у нас еще много тем у нас еще обсудить поэтому помогите и другим зрителям увидеть этот замечательный эфир пожалуйста ссылки не забывайте ставить размещать у себя в аккаунтах социальных сетях группах пересылать их ну и так далее дорогие друзья мы с вами купили для вооруженных сил украины уже 30 тронов 30 разведывательных дронов диджей мавик 3 fly more комбо которые так необходимы на фронте и поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча гордон шоп каждый кто что-то приобретет получит в подарок вот такую вот шоколадку и так сколько наименований моего мерча вы купите столько шоколадок вот таких повторяю шоколадок вы бесплатно получите приходите в магазин гордон шоп покупайте все что вам понравится получайте в подарок шоколадки гордон и самое главное давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли так ну что же тогда еще одна заслуживающим мы конечно поздравимая с юбилеем дай бог ему здоровья как говорится мы пойдем дальше важная новость сегодня визит зеленского самый канун саммита как завершается турции и вот турция передает командование азова пятерых офицеров которые должны были там находиться до окончания как горит москва как заявился песков окончании конфликта находиться на территории турции соответственно не пересекать границ не возвращаться украины тем не менее сегодня передают а мы по этому поводу залудили опрос мы сейчас с тобой это подробно обсудим то что это важно событие заметьте передачи украине командование азова из турции эрдоган хотел что и дальше три варианта ответа унизить путина месть москве за отказ от зерновой сделки третий вариант приколоться вот у нас уже тут около 1000 проголосовали 47 46 пока процент за унижение голосует 43 процента голосует за месть москве за отказ от зерновой сделки и приколоться 12 процентов вполне достойный результат пожалуйста голосуйте для нас эти голосование справочные но они еще и некий способ продвижения нашего отношения к тому что происходит тоже отчасти когда говорят у тебя пристрастные вопросы зачем там какие-то третьи варианты выглядят как чрезмерно и саркастические они нужны для того чтобы те кто это потребляет через границу там москве они тоже знали как мы к ним относимся в любом случае голосуйте это очень полезно на самом деле некоторые голосования очень полезно на твой вот лично взгляд как бы ты ответил почему эрдоган но в данном случае конечно зеленский просил это сделать об этом нет сомнений но чего эрдоган все-таки решил именно сейчас передать явно далеко до окончания войны но тем не передать командование азова которые из плена были по сделке забранные оказались в турции передать именно сейчас в украине и второй под вопрос ты думаешь они отправятся на фронт прокопенко все остальные поломарчук они отправятся там подразделение соответствующие я не знаю отправление подразделения это их их личное дело они будут решать там там же еще вопросы медицины реабилитации поэтому турция турция но как минимум надо этот это пройти посмотрим я не знаю второй момент это то что ну как бы сегодня день символических жестов правильно для нас и мы же понимаем что это договоренности были достигнуты заранее в турции уже сказал очень неприятную фразу для россии для кремля еще сегодня в том что украина целиком достойно быть над вещью крайне болезненно может быть болезненно они уже отреагировали они уже чем передача сказали что без президента давление на турцию оказывали вот и так далее но мне кажется что эрдоган пресеркует у друга владимира и непосредственным поводом конечно же является как это кремлевское кручение хвостом по поводу зерновой сделки которые для турции гранина его там же злые языки говорят что они вообще требуют на три года подписать и не выживаться не будем скрывать еще и деньги на три месяц ну и у эрдогана очень большой опыт обращения с другом владимиром когда хочешь открою заливы когда хочешь проливы когда хочешь закрою когда надо самолет собью когда надо там турецкий спецназ немножко подкинет голов как бы на правильных на в сирии неправильно себя повершь когда надо напрямую повоюем что все решили и прочее поэтому турок никогда не было сантиментов на крыма от них зависит намного больше чем турции от них я не могу у них есть люфт для очень проведения очень жесткой политики ну а то же эрдоган выше классом надвигал а вы чем путин вся кремлевская братья это понятно синие на три это очень важное заявление потому что до сих пор была непонятная позиция турции перед саммитом в отношении вступления украины над она заявлена это раз ну и символический жест конечно пустили азотцев хотя там якобы соглашение не предусматривала бла-бла-бла но такая пощечина очень конкретно дальше видимо если они не образумятся со зерновой сделкой капитомеры будут приняты еще более жесткий турки умеют добиваться своего не добьются они добьются так очень сильно поплохеет кремлю в тех зонах где они зависят от скажем ну и да продолжая тему символических жестов сегодня президент был на змеи нам посетил сегодня сейчас митинг во львове где президент с азовцами премьер-министр там вся в себе вся наша военно-политическое руководство как бы до 500 500 дней стоим это конечно важный фактор как крути поэтому идет ряд символических мероприятий еще связанных с этим ну и активность президента словакия чехия болгария где он весьма жестко отсчитал болгарского президента такой димаш был своеобразный звонки и премьер-министр нидерландов и кому же он еще сегодня звонил тоже тоже на к не помню сейчас накануне саммита нато уточняли позицию как говорит официальная позиция мы слышали заявления вот так на уровне слухов там распускаем телеграм-каналами скажем так но поскольку мелькнула в открытых источниках можно сослаться что ряд стран в принципе димаш готовят если формулировка не понравится итоговой декларации в вильнюсе несколько пару дней остается до этого всего это конечно будет ключевая точка после которого в которой определиться судьба этой войны и дальнейшая судьба украины нам уже говорят уже и французы и американцы гавыба и устали бы нам сказали что некие израильские гарантия нам данной безопасности да будет предоставлена многолетняя программа военной помощи украине это из позитивного посмотрим что будет прохладного там я думаю что отсутствие принятных сроков вступления в над будет самым самым ха самым таким холод холодным ведром которые которые мы там нам придется испить в конце концов никто же не ожидал что страну которые воюют задекларируют проект на фоне статьи внесу их которые публиковали тут вообще там и все становится так и нам пояснил потому что слишком много вопросов ну если внимательно почитать эту статью то очень 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 как он сейчас очень коротко выходит так что американцы в лице бернса едва ли не дали добро россия российской федерации на вторжение в украину обозначу какие-то там линии что конфликт не выйдет за пределы и так далее и так далее то есть очень очень или как минимум не сильно возражали я не знаю как эта статья вообще могла появиться даже накануне сами там это можно воспринять как элемент внутри американской внутри политической борьбы но она носит совершенно скандальный характер скандальный характер не там еще разбираться разбираться я с удовольствием подожду не буду комментировать полностью подожду комментарии американских лиц официальных для других потому что договорен там же прям при черном по белому договоренности на коммуне вторжение предполагалось что там вот будет проведена ограниченная полицейская операция спецслужбами вернее с небольшим участием российских вооруженных сил вот и она не выйдет за пределы украины для этого они передислоцировали границу украины несколько сот тысяч человек ранее мягко говоря рожать отвечает ли отвечает ли газеты авторы этой статьи за свои слова это большой вопрос но она должна произвести эффект разорвавшуюся бомба кстати посмотрим тут важно украине сделать сдержанно промолчание посмотреть что американцы между собой по поводу этой статьи за это такое но заявление изначально скандально я даже не знаю как как ну так это в общем я не буду пока реагировать я посмотрю что будет это очень серьезное обвинение вот и будем посмотреть но пока одна мобили германия пакета помощи новом и американцы еще вчера объявили о новом пакете помощи ну кассетные боеприпасы разрешили понятное дело кассетных боеприпасов потом перейдем картику коротенько кассетные боеприпасы скажем прямо да ну то есть они как-то резко появились эти кассетные боеприпас хотя говорят что их уже поставляли какое-то время и что украина не все этого не знаю так пишет пресса вопрос другом россия и соединенные штаты не участвуют в конвенции в отличие от стран европы по запрету тоже не участвует и украин не участвует известно да но тем не менее вот россия применяет кассетные боеприпасы да вот скажи а реакция такая что типа ой ой ты делаете кассетные боеприпасы из кремля так знаешь хныкающим там сказать тоном звучит что вы делаете а я я я я и даже вот другие страны европейские говорят вам не делать это уже совсем как-то глупо выглядит зачем вы их применять со что не выглядит глупо в устах кремля конкретно с кассетными боеприпасами какую урон они могут им нанести почему они их боятся они по определенным видом цели очень эффективно например подкрыто расположены артиллерии живой силе техники особенно по скоплением техники крайне эффективно не накрывает большую площадь элементы ты сидит а поймать колонну на марш сосредоточение войск на местности батарею или дивизион стоящий там развернутый то это крайне эффективная история как раз для контр батарейной стрельбы они очень сильно могут пригодиться учитывать темпы которые мы вышибаем артиллерии выбиваем если эти темпы они так мягко говоря здоровье не добавляют российской армии устойчивости но если это еще увеличится то мало не покажется грубо говоря это фактор более успешного проведения контур наступления серьезно повысить усилия повысить эффективность стрельбы нашей артиллерии по у них по некоторым видам целей ну там кратно скажем так и конечно они не могут не беспокоиться не заявляет какие-то протесты дорогие друзья мы с вами купили для вооруженных сил украины уже 30 дронов 30 разведывательных дронов диджи мавик 3 fly more комбо которые так необходимы на фронте 30 дронов это много или мало конечно это немало но это и немного я хотел бы чтобы мы с вами купили для вооруженных сил украины 100 дронов 100 дронов которые так необходимо сегодня на фронте и поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча гордон шоп каждый кто что-то приобретет получит в подарок вот такую вот шоколадку и так сколько наименований моего мерча вы купите столько шоколадок вот таких повторяю шоколадок вы бесплатно получите приходите в магазин гордон шоп покупайте все что вам понравится получайте в подарок шоколадки гордон и самое главное давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли 106 почти 170 тысяч без малого нас смотрит и 66000 поставить посмотрим на карту посмотрим на карту что он происходил за эти дни с четверга вот по субботу на фронте вот сейчас карта появилась откуда пойдем вот новостей не слышно пока откуда откуда не слышит и пропал антонский мост если там нет пока нет ни наших заявлений не злых языков ну вот смотрим только что заявили часть российских корреспондентов злые языки как мы назовем что наши войска прорвали позиции российского полка 71 по маму в районе работе не знаю верить или не верить в это заявление вот такое заявление было посмотрим что будет дальше там активные бои вот последнее время крайне идем дальше у нас достаточно активное действие на районе вот приютная старой мая старомайорская новодонецкая вот это вот линия и павловка в районе угледара как бы данную на ново златополь там там идет через полосицы их контратак и наши наши тактических действий в принципе мы продвигаемся особенно неприятные в районе работе на сейчас и если там позиции таки прорвали мы это узнаем понедельнику разве какое там развитие обстановки то может быть таким фактором как бы усугубляющим их и без того невеселое положение маринка они пытаются двигаться то же самое в девка южнее севернее там достаточно горячо у нас как бы все внимание на югну на или на бахмут но на самом деле в обдеевке серьезные бои тяжелые и контр-атакующие действия с их стороны например атакующие контр-атакующие с наш к себе через полосицы идем северная курдюмовка мы говорили да что туда перебросаны резервы клещеевка значит злые языки их утверждают что мы взяли одну высоту там ключевой за второй идет бой если мы возьмем эти две высоты им должно резко по резко поплохи пока это на уровне злых языков это не заявление нашей стороны но он как бы такая информация со стороны есть смотрим севернее верховка там наши движения стоп увеличивается там вот было какое-то такое браврное заявление уже не помню кого с нашей стороны что мы там едва ли поставили безвыходное положение я думаю до безвыходном положении сильно далеко то что она медленно ухудшается и сила тех резервов которые перебросили на юг клещевки включает два танковых полка это куда-то оперативная резерва мы что-то показывает насколько их беспокоит эта ситуация и какую тенденцию нами к развитию посмотрим я думаю что стороны там будут наращивать усилие мы и они и чем-то это должно закончиться но мы видим логику да я говорил что наша задача перерезать или поставить под огневой контроль как минимум трассу горлов к бабу из вот районе красной горы славянск где на куда язык от верховки тянется от ореха васильевки но тоже должна перерезать если в двух местах перерезаем то когда у них резко осложняется проблема с маневром силами средства они должны будет оттягиваться за эту дорогу и за вторую а вот это уже реально снятие наполовину осады сбор под ней не содержится не сады с бахмута бахмут будут как бы севера и с юга как это сказать российские войска которые там окажутся в полуокружении развивается обстановка вопрос что это занимает время потому что каждая посадка берется с боем и это непростая история особенно когда подогнали резерв на золотаревке они пытаются двигаться смотрим севернее ну и традиционно серебрянское лесничество в районах направление на торское бои вот и площадке они тоже пытаются двигаться там в районе купинска на линии купинск условно купинск то купинска очень далеко я имею до условно купинск условно лиман вот эта вся линия или даже идут мне идут бои местного значения ну вот таким вот образом но были налеты сегодня шахид как бы днепр у нас там пострадал и тогда еще несколько мест у нас продолжается опрос на нашем канале почти 36 point еще уже проголосовал передачи украине командование азова не из турции гадаган хотел унизить путина только один процент отвечает месть москве за отказ от зерновой сделки 48 процентов приколоться один из процентов но приколоться мы понимаем не слишком буквально имеется ввиду что оказывается можно и так без всякой задней мысли просто взять и отдать я всегда говорил кстати что с москвой любые договоримся ничтожным можно обещать все что угодно и делать все наоборот потому что как горит с волками жить по волчей выйти это единственная верная тактика поскольку все остальное не работает с ними на пускай так как поступают они приколоться это вот из этого разряда 172000 нас вот мы продолжаем ну вот смотри те же самые злые языки что они ими делают по этому поводу как я уже говорил есть неприличный анекдот я рассказывать не буду но вот по поводу герасимова говорят что он все-таки реально таки отстранен от командования формально оставаясь головой генштаба и командуя своего так называемый тем не менее он уже основных решений не принимает это военкоры сообщил вот и очень похоже на то я бы сказал что все равно как-то в общем где-то путин наверное все-таки выводы какие-то сделал из событий 24 июня всего остального дабы не повторять не усугублять ситуацию уже с участием других акторов мне кажется на это похоже ты полагаешь что действительно спустя с того же суровикина по своим причинам а герасиму по своим потусла кто командует а вот давай разберемся там же два за три зама замы есть там скорее всего бы начальный главный оперативное направление как его управление которые комментировал конце марта двадцать второго года один раз отход российских войск из-под киева на б фамилии потому что он главный архитектор войны оператор командует планирует войну что-то хотел я вам сказать да по этому поводу я злые языки из москвы подсказывают нам что спасу ракину шуровики ну так и пришлось прошли что его отстранили от стране его до очень крепко разделе по деньгам ну и провели с ним беседу такую стиле как бы беседа бюлера со штырлицем вроде как в ней ареста не было но беседовали то в камере с намеком поэтому да там такая гроза как бы просвистила над российским военным командой но посмотрим куда она все рулит на самом деле потому что есть трат российского военного командования который выступает крупным раздражителем для российского политического руководства ну в первую очередь они справившиеся с уравей герасимов шагу во вторую очередь да те которые шатались во время путь маленького марша справедливости там 40 суровикин теплинский как бы под большим вопрос поэтому теплинского вообще там чуть ли не называют кандидатом на на следующий марш справедливость уже его десантники как-то слишком много много симпатий прострадали проявляли мог бы да проявляем пострадали и проявляли слишком много симпатий вагнера сам идущим на москву короче говоря дело ясно что дело темно там разбираться разбираться ну посмотрим нет там была история в начале войны когда герасимов кинул именно части вдв под киевскую область а теплинский возражал его отстранили да вот а потом вернули но но тема была есть такая штука как почерк полководца когда герасимов стал командовать это сразу стало понятно мы сейчас поймем кто команду потому что полководец как ни крути да даже если он будет себя очень тщательно скрывать почерк изменится применение сил и средств логики и всего остального с требования которым выставляют мы примерно поймем команду герасимов линии раз это очень быстро будет чем неделя ясно ясно давай тогда дальше ну вот заявление израильского посла было но она совпало с рядом заявлением по поводу поставок оружия сегодня посол в киеве израиль сказал что мы не можем с вами воюет страна но я вообще смысл передаю цитировать долго что значит ну вообще смысл сводился пусть нато так сказать продемонстрирует свою так сказать готовность всесторонне помогать и киеву что уходить от нас мы сами с утра до ночи воюем а вы добиваетесь от стран который не воюет имеется ввиду натовских поставок вооружения требуете от нас который из войны не выходит резонная аргументация тем не менее смотря на это вот моя позиция остается прежней что израиль следует помогать украине многие так считают но правда и внутри украины идет дискуссия такая рисковатая именно по поводу израиля не будем называть неких фамилий но действительно военные политическое руководство израиля она в таком каком сложном состоянии находится с одной стороны действительно там иранской стороны и так далее с другой свои ближневосточные проблемы ты полагаешь а мы с тобой не раз эту тему обсуждали к ней прибегали что израиль продолжит тайна если он это делать мы не знаем этого помогать украине или же мы дождемся что в израильском руководстве все-таки публичный станет позицию деваться дальше нет давайте что-то дадим мы знаем что американцы просили дать железный купол украине у израиля три войны газа газа территории это одна сирия другая и тайная война с араном это треть как бы на фоне движения саудовской аравии и ирана очень неожиданного и осложняющего израилю всю ближневосточную политику разбрасываться военной помощью и возможно ухудшать свое внешнеполитическое и военно-политическое положение именно сильно не с руки они осторожны потому что израиля настолько ограничено количество ресурсов что любой шаг то вправо влево это может резко дестабилизировать и без того неблагоприятную ситуацию как бы михаил броски очень правильно сказал с моей точки зрения есть блок нато который ни с кем не воюет а кроме того он прикрыт чем договором о коллективной безопасности по действиям по воюте израиль который который ведет три войны и не одновременно и не обладает не натовскими ресурсами не коллективной безопасности ничего стану поэтому как бы с моей точки зрения моя позиция здесь весьма умеренная скажем так израиль мог подать больше но и видимо ему виднее давать или не давать они мы же не знаем реально их ресурсы реальное положение они они считают очень хорошо и баланс сил считают возможные последствия все остальное израилью приходится крутиться на 360 градусов 19 арабских государств которыми то ли с двумя только из которых мирный туго да это он такой мирный мирный а а как бы ножку подставить там нашу египет шевердан иногда не брезгует поэтому это очень очень непростой ситуации я немножко знаю изнутри ситуацию знаю что там считают каждый патрон каждый танк потому поэтому каждую ракету а самое главное последствия возможные они очень хорошо считают вынуждены считать поэтому пусть балансирует я в этом смысле спокоен гуманитарки идут от израиля очень много помощи такого рода оказывается очень много и и на том спасибо для воюющей страны на фронтах и этого много но мы уже 46 минут в эфире но сегодня эфир такой вот как-то насыщенный последняя тема которую я бы хотел обсудить естественно выбираю неважно обсудить сети заваливают вопрос а ты поговорил а там а базе мы хайеровых ребят мы не можем говорить об этом выбираем в этом году как это вез овсы поднимались как это не читаю не что-то дружнее чем как это поэтому мы мы вот свои регион свободы россии его руководство заявил о том что планирует в течение ближайшего месяца очередной рейд на территорию российской федерации но поскольку такие рейды уже бывали собственно говоря ничего в этом уже и необычного верим бесчестного слов верим 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 потому что там действительно могут зайти я вот в каком контексте хотел спросить дискуссия идет большая русская позиция относительно надо как бы время подошло свою армию создавать как-то уже дальше уже как-то выглядит все как ну как бы тебе сказать но но не серьезно где вы тогда где как это зачем отвечает купечество так и тут то есть совершенно непонятная ситуация вроде как что-то происходит но без участия российской оппозиции миграции и так далее ты вообще видишь после событий 24 июня и пригожено перспективу ну того что политическая позиция вовлечется в военные дела или ее нет нашему мы же осознаем что без союза с киевом это невозможно перспективу оценивать это же как бы не аналитическая категория нельзя мы киев пойдет на тоже помочь и создать это что такое помочь только уже созданный легион свободы россии даже не туда но начистос расширить максимально же вы живу признаете политическое представительство обеспечьте хотя бы декларация взаимопризнание и так далее поэтому на политическое представительство может быть там долю какого-то совещательного политического там и так далее но это все на условиях чего на условиях понятно внятно определенные политики черт четко очерченных целей там это понятно с логики совместных действий ярослав грецак сказал очень выдающийся наш историк и такой очень авторитетный человек в том числе на западе украины скажем он сказал фразу которую на видимо дорого обойдется но как широко мыслящий далеко мыслящий человек ведущий причины следственной связи сказал замечательную фразу он сказал если хороших русских даже бы не было то их надо было бы создать и создать нам как бы логика ясна хорошие русские есть в легионе свободы россии хорошие русские есть в российской оппозиции внимание вопрос они между собой в каких отношениях я же говорил это брюсселя признайте 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 ну надеемся на этот мужественный шаг который усилит и само и политическое представительство и военное представительство есть они взаимно друг друга усилят на уж мы наверное постараемся для того чтобы это усиление было кратным они просто просто нужно решиться на этот шаг дискутирует дискутирует решитесь уже нужно на сегодня 50 минут почему в эфире мы как бы конечно всего не исчерпаешь повестки но но мы на многие вопросы ответили многие осветили тем более после завтра в понедельник в 22 как я понимаю у нас снова будет эфир и все что мы не до обсудили в какой-то динамике в развитии событий находится но мы обязательно обязательно об этом поговорим еще просьба огромная к нашим зрителям пожалуйста ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов социальных сетях группах ставьте лайки это сильно помогает и фирма продвигаться все-таки не забывайте эти 500 дней мы были вместе с вами они где-то ну и конечно подписывайтесь на канал фейдин лайф нам не хватает не очень много до одного двух точнее миллионов сто двадцати пяти тысяч подписчиков вот запомните эту лакуну ну и конечно канал алексей арестович и тоже рождение которые по его имени проходите и подписывайтесь я предлагаю марк как это ни странно на видео будет звучать минуту молчания в памяти погибших наших военных и гражданских за эти 500 дней мы все-таки выдерживаем вот такую просто беспрецедентное давление молча и стоим 500 дней не просто стоим наступаем да я же объявил я живи прерву анна маляр сегодня в этой давай все-таки перечислил вот эти вот 10 пунктов они очень важны и консерван да лучше не скажешь называется значит 10 уникальных фактов про нашу войну 500 дней восемь лет реального боевого опыта ни одна армия современными мира не за день не задействована войне подобной интенсивности война которую развязала россия в украине стала самым масштабным конфликтом европе со временем второй мировой войны и эту войну можно назвать уверенно по войной беспилотников насыщенность боевых подразделений весу беспилотными летательными аппаратами не имеет аналога в мире беспилотные воздушные наземные обводные аппараты интегрированы в каждый этап боевых действий мы первые в мире начали широко использовать ударный подрокоптер и fpv джона и дроны против воздушной обороны украины впервые в мире объединила и эффективно используют новые новейшие западные и советские системы истребительную авиацию мобильные группы с пазырка пулеметами и тогда наступательные действия в ссу опрокинули один из фундаментальных постулатов военной науки про про необходимость численного превосходства в 3-5 раз и вооружение во время наступления украинская армия наступает и освобождает свои земли в условиях в условиях полного превосходства противника как вооружение так и в количество личного состава на тех направлениях на которых мы наступаем 5000 женщин наших служит на передовой то есть они на линии огня а всего 42 тысячи женщин вооруженных сил украины силах обороны создана уникальную систему медицинскую они мы говорили 80 процентов раненых в течение золотого часа получают помощь смертность военных на этапе эвакуация максимально уменьшилась и наверное превосходит все известное мире до этой степени надо уточнять статистику но думаю что или превосходит и на лучших образцах значит у нас уступая уникальность заключается в том что наступающая сторона несет меньшие потери чем та которая обороняется тоже очень не характерно для военных действий мы впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету кинжал помощью комплекса патриот но украинские военные вот и наш фронт несмотря на огромную протяженность сотни тысяч армий стабильно пополняется продуктом топливом техникой вооружением боеприпасов и это невероятно сложно потому что в одной бригаде может быть 12 разных видов техники это кошмар для логистиков это что логисты с этим справляются вот кому надо поставить памятник после этой войны все но логистам чуть ли не самый высокий я не представляю как они при таком разнообразии вооружения военной техники даже в одном соединении чего уж там говорить в армии в целом умудряются это все ремонтировать снабжать эксплуатировать и так далее но они умудряются ну и цифровая наши цифровые эти сидя эти решения для управления полем боя это бы и корпевая боевая система и платформа дельта и локфас это сервис поддержки логистических операций нато и проект глаза почи и много-много других проектов которые мы используем которые названы которые не нас достичь как что ни возьми выдающиеся достижения в воздушных силах и в военно-морских силах украины и в сухопутные войска все силы специальных операций спецслужба наша все демонстрируют наивысшие образцы вид доности на самоотдачи на профессионализма мотивации и конечно я как бы самоиронично отношусь к самому себе и к своей стороне но на пятисотый день можно сказать только один попав да позволить себе немножко даже не пафоса торжественности мы конечно делаем невероятные вещи под страшным давлением и то что мы пиццу не просто 500 дней стоим и 500 дней наступаем это чудо трижды устояли вы стояли пошли пошли в наступление спасибо союзникам за помощь но украинский солдат и украинские и украинское общество украинское руководство все мы и одна страна мы делаем невероятные вещи невероятно и этим нужно гордиться цикл уже 50 100 минут на сегодня у нас все увидимся в понедельник благодарим алексея арестовича спасибо благодарим всех зрителей не забывайте о наших просьбах и до понедельника